Это программа «День с толком». Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Елены Макаренко. Здравствуйте. Начнем выпуск с оперативного предупреждения МЧС Края об аномальной волне холода. С 27 по 29 ноября в регионе ожидаются 40-градусные морозы. Спасатели призывают водителей по возможности отказаться от дальних поездок. На трассах нашего региона не планируют разворачивать пункты обогрева, в отличие, к примеру, от других сибирских территорий. Так, в Томской области, сообщает сайт Rambler.ru, из-за аномальных холодов МЧС оборудует сразу 90 точек обогрева. Стационарные в кафе и кемпингах, подвижные в автобусах и грузовиках. Также там спасатели будут патрулировать самые сложные участки. Более 150 пунктов появятся и в Новосибирской области. А водителям, которые окажутся в трудной ситуации на дорогах нашего края, в МЧС рекомендовали звонить на единый номер службы спасения 112. В Барнауле в случае происшествий и заморозов звонить также можно на номера телефонов диспетчерских служб. Такие будут работать в каждом районе города. Несмотря на морозы, на Алтае продолжает расти число больных ОРЗ. Уровень заболеваемости неуклонно поднимается с 7 ноября. Причем специалисты считают, что увеличится число больных и гриппом. Когда его ждать? Расскажем далее. Он вернулся. Два года мы не слышали о гриппе и вот пришло время вспомнить, что кроме COVID-19 есть и такой вирус. В ноябре в России зафиксировали 39 больных гриппом. На Алтае пока таких случаев нет, зато есть ОРЗ. В этом году, особенно во второй половине года, мы видим, что все-таки, к счастью, COVID несколько сдает позиции, но свято место пусто не бывает. То, что сейчас происходит в календарный отрезок времени, очень похоже на доковидный период. На Алтае рост начался с начала ноября. Ученики вышли с каникул, взрослые не в отпусках, а погода как раз для простуд. На сегодня в крае больше 15 тысяч заболевших ОРЗ. Частично закрыты 24 класса в 14 школах и 35 групп в 20 детсадах. Врачи советуют прививаться. В крае есть два вида вакцин. Это сови, грипп и ультрикс квадри. Он на сегодняшний день есть в учреждении здравоохранения города Барнаула и Алтайского края. И можно поставить прививку, записавшись либо через госуслуги, либо придя непосредственно в поликлинику по месту жительства. Особенно тяжело ОРЗ и грипп протекает у пожилых, имеющих болезни систем кровообращения и диабет, беременных. Последним можно ставить прививку с 22 недель. Препарат хорошо переносят и дети. Прививаются с шести месяцев. У нас, по крайней мере, осложнение от каких-то вообще даже реакций неблагоприятных не было после вакцинации гриппа. Делали у нас, как и взрослые прививочки, вместе от гриппа и от ковида. Тоже переносили хорошо. Врачи напоминают, что если ваша температура превысила 38 градусов, это повод вызывать врача. Самолечением советуют не заниматься. И добавляют при ОРЗ антибиотики, не пьют. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. На чем точно отразятся морозы, так это на суммах в квитанциях за оплату отопления. Самой дорогой коммунальной услуги в зимнее время. Впрочем, с декабря подорожают также свет, вода и газ. Тариф по России в среднем вырастет на 9%. При этом регионы могут устанавливать свою планку повышения. В Алтайском крае самый значительный рост коммуналки ждет бейчан и барнаульцев. Так, в краевой столице тариф вырастет сразу на 14,7%. Почему? Действительно ли он обоснован? И может ли взлет коммунальных услуг модернизировать изношенную энерго- и теплоснабжающую системы? Разбиралась наш корреспондент Валентина Аскерова. Да это вообще катастрофа. У нас пенсия слишком большая, мало сильно повысили. Пусть выше повышают. Чтоб мы вообще под забор пошли. Чего от этого меняется? Чего они лучше будут работать или что? Или мы что-то можем доказать, свои права отстоять? ЖКХ бороться трудно. Пенсию индексируют последние, ну не знаю, мелькало на 4% индексация. Ну будет, как обычно, годовая. И 14,7%. Вот и весь комментарий. Ростову, Красноярску, Барнаулу и еще сотням городов и тысячам сел нашей страны придется затянуть пояса из-за роста тарифов ЖКХ. С 1 декабря россияне будут платить по новым завышенным тарифам. Жители уже придумывают схемы, как сэкономить. Ну свет включать не будем лишний раз. Колбасы уже не купишь. Прорыву забыли. Потому что, ну, сегодня в магазине был 700 рублей, рыбина потянула. Не у меня. Вот и все. Ешьте витамины, пейте рыбий жир. В России платежка в квитанции в среднем вырастет на 9%. Однако регионы вправе устанавливать свой тариф. После зеленого света Алтайский край отклонился от среднего уровня. Самокупный платеж подрос до 11,4%. В большинстве муниципалитетов общий размер повышения составляет чуть больше 10%. Зато в двух крупных городах повышение запредельное. В Бийске почти на 11,5%, в Барнауле почти на 15%. Много это. Конечно, это неправильно. Куда хватают-то? Где-то миллиардеры, ой, извините. Где-то миллиардеры богатеют, поэтому от этого. У них-то сумма увеличивается, по-моему. В Барнауле это будет почти до 15% повышение. Как вы к этому относитесь? Вот так радостно. Так мне радостно, что так повышается цена. Прямо жить неохота даже от такой радости. Все уходит на лекарства. Все на лекарства уходит. Ну и минимум на еду. Я не знаю, сколько стоят услуги за ПК. Поэтому не могу ничего сказать сейчас. Получается, вы не платите коммунальные деньги? Почему? Плачу как-то, но они для меня незаметные. Зарплата не повышается, а тарифы повышаются. У нас трешка. 10 тысяч отдаете в месяц? Да. В чем придется себе отказывать? Нет, это не наши. Ну, в одежде, наверное. В сладостях. У краевого управления по тарифам своя правда. По их мнению, если цены на услуги не повышают, то ресурсоснабжающие компании не смогут поддерживать стабильную работу системы ЖКХ. Предоставлять качественные услуги по воде, электричеству, газу, отоплению. Рост стоимости коммунальных услуг поможет модернизировать те же сети, которые сегодня износились. Однако некоторые эксперты считают, что у энергетиков попросту не хватает денег на прокладку и ремонт теплотрасс. Вот они и нашли выход с повышением тарифа. По сути дела, под это повышение тарифа хотят покрыть некую бесхозяйственность. Поскольку у нас старая советская система осталась в сети, а в результате они, естественно, требуют постоянной замены. Вот, например, 51-й дом на Красноармейске. За зиму три раза прорывалась труба и три раза приезжали, выкапывали. И в конце концов, прошедшим летом, решили все заменить. Снова опять летом выкопали, проложили новые трубы и так далее. Дальше, то есть, вот это все вещи, они хотят, как бы, я думаю, хотят немножко прикрыть повышением этих тарифов. Необоснованное повышение, они хотят покрыть все издержки. Сибирская генерирующая компания, в частности, если говорить о ней, то есть, она вот в свое время пролоббировала изменение тарификации по альтернативной котельной, заключила, соответственно, все эти соглашения и так далее, которые подразумевают и определенного рода повышенную тарификацию. И в этой ситуации, когда вот это постановление вышло, оно тоже предусматривает именно для них, ну, несколько больший зазор повышения, чем в среднем по регионам. При этом, конечно, они должны вкладываться в модернизацию, но здесь уже вопрос контроля, наверное, больше в этой ситуации, как они их тратят, как они их потратили, как планируют потратить. Всю неделю наш медиахолдинг пытался получить комментарии у сибирской генерирующей компании. От комментариев СГК наотрез отказалась, а ведь к ним вопросов больше всего, ведь строка за отопление в квитанции самая дорогостоящая. Председатель одного из барнаульских ТСЖ говорит, что проблема роста тарифов комплексная, глубокая. Отчасти она связана и с большими долгами со стороны населения за коммуналку, а также низкими зарплатами поставщиков коммунальных услуг. Можно понять и ресурсовиков, потому что те тоже хотят неплохо жить, хорошие деньги зарабатывать. Все, у кого платеж за услуги ЖКХ вырастет больше, чем на 11,4%, могут рассчитывать на компенсацию. По крайней мере, на сайте правительства края об этом говорится. Тогда непонятно, из-за чего весь сыр-бор, если деньги вернутся. Но если вникать, то до сих пор непонятна процедура получения льгот и ее сумма. Отопление идет, к примеру, всей квартиры, а при компенсации будет рассчитываться нормативная площадь. Ты же не можешь, извиняюсь за выражение, одиноко проживающий пенсионер отапливать только 33 квадрата, у тебя их 50, и остальные кто? Получается, те компенсации, о которых нам заявляют, они пока непонятны, по какой схеме, кому, как и каким образом они будут выдаваться. С компенсациями непонятно, новый тариф остается только принять. Горожанам анонсировали приятный бонус – рост коммунальных платежей заморозит аж на полтора года. Но вряд ли это успокоит население, особенно пожилое. Поухали, пахали, дальше пошли. Ни о чем, мы же не будем протестовать. А хочется? Хочется, но колется. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Не обошлось на неделе и без серьезных дорожных происшествий. Так, от катания на тюбинге или по-другому надувном бублике в Бийске скончался 16-летний юноша. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщил краевой следком, погибший катался на бублике, который был привязан к машине его знакомого. По уточнению прокуратуры региона, в какой-то момент молодой человек отпустил трос, врезался в стоящий на обочине автомобиль. От полученных травм он скончался до приезда скорой. Дело о данном происшествии взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. А на границе Алтайского края Новосибирской области в среду из-за столкновения с КАМАЗом сошел с рельсов поезд. По данным РЖД, грузовик с прицепом выехал на пути переезда на запрещающий сигнал светофора. Водитель погиб на месте. А вот учительница, из-за которой погибли дети на железнодорожном переезде, считает, что ее приговор 5,5 лет слишком суров. Напомним, год назад в Тольменском районе женщина решила подвезти учеников до дома. Для троих детей это был последний путь. На переезде поезд врезался в автомобиль учительницы. Чем закончилось заседание в суде апелляционной инстанции, расскажет Ирина Корчагина. Отчество как у вас? Воспомнил. Александровна. А дата рождения у вас? Куда ехала? Всех этих людей объединила одна трагедия. Они похоронили своих детей. В ноябре прошлого года в Тольменском районе учительница Анна Деринг решила подвезти детей из школы до дома. Женщина выехала на пути, когда уже загорелся, запрещающий сигнал. Столкновения избежать не удалось. Трое детей погибли на месте. Вот он с батиком. А это вот перед гибелью. Буквально сентябрь, ноябрь он погиб. Он месяц не дожил до 10 лет. Очевидцы говорят, что в руках у Деринг был телефон. В этой аварии кроме нее еще выжил мальчик. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ранее Тольменский суд приговорил женщину к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Но учительница считает, что приговор за смерть троих детей несправедливый и суровый. В апелляционной жалобе она попросилась в колонию поселения. Она ни разу не позвонила, не попросила ни прощения, ни сожаления. Когда уже начали заседания, она мимо нас проходила. Когда мы уже на суде все говорили, что она никому не звонила, ничего, потом на следующее заседание она пришла, можно я прощения попрошу, по бумажке зачитала. Она должна вот отсюда идти, а не с бумажки. Я перед вами виновата. Я совершила ошибку, за которую мне очень стыдно и больно. Кстати, только в 2021 году Деринг 11 раз оштрафовали за превышение скорости. Сегодня в суде апелляционной инстанции она присутствовала по видеосвязи. Приговор Тальминского районного суда Алтайского края от 19 сентября 2022 года в отношении Деринг Анны Александровны оставить без изменения апелляционную жалобу осужденной без удовлетворения. Улучшить качество своей жизни учительница еще может через суд кассационной инстанции. А вот жизнь этих людей в каком-то смысле уже оборвалась. Каждый день родители ездят на работу через тот самый переезд, где погибли их дети. Уже будет год, как их нет. Она нас в покое не может оставить. Она забрала покой и здоровье всей семьи. Ни одной семьи, трех семей. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. С наступлением холодов в крае резко выросло число придорожных точек по продаже стеклоомывающей жидкости. Но обходить их стороной советуют специалисты в сфере коммунальной гигиены. По их мнению, придорожная омывайка может представлять смертельную опасность. Почему и продукцию каких производителей лучше не покупать ни на трассах, ни в специализированных магазинах? Расскажем далее. Стеклоомывающая жидкость для автомобилей. Или, как говорят в народе, не замерзайка, а омывайка. Хит продажу в зимнее время. Купить ее легко даже в пути. На выезде из Барнаула, к примеру, придорожные бизнесмены сейчас через каждые 500 метров. Хорошая у вас еще омывайка? Мы спиртометром мерили, она до минус 24 примерно. И придорожный бизнес, судя по всему, тоже идет неплохо. Машины останавливаются одна за одной. Трехлитровые тары с голубой жидкостью расходятся быстро. Цена не кусается, 150-200 рублей за бутыль, а качество, уверяют продавцы, на высоте. Не переживайте, нормально, я чуть-чуть люблю. Ну хорошо, спасибо. В специализированных автоцентрах спрос на омывайку сейчас тоже вырос. Но водители отмечают, магазинная дороже и, в отличие от придорожной, имеет резкий неприятный запах. Пользуетесь омывайкой? Конечно, пользуюсь. Какая качественная? Та, которая в магазинах или та, которая у обочин? Пользуюсь и теми, и теми. Ну, где-то есть разница. Бывает, знаете, бывает в магазине купишь и не очень-то она качественная. Бывает качественнее на обочине. Это правда. А в чем это выражается? А в работоспособности она не замерзает. Вот. Хорошо очищает от грязи. На состав внимания обращаете? Нет. Нет. А что больше волнует? Чтобы не замерзало и не пахло. Не пахнет, не замерзает даже в минус 30. Такую эффективность придорожному стеклоомывателю обеспечивает метиловый спирт. Магазинные омывайки производят на основе изопропилового. Его запах зачастую маскируют различными отдушками. На основе какого спирта? Она вся метаноломая идет. Вся абсолютно. Либо там фракция. Когда фракцию гонят, самогонкой тогда воняет. В магазине можно такую вонючую и вонючую. Однако изопропиловый спирт, он очень вонючий. Это вот то, что на заправках продают, как сильно пахнущее. Жидкость у них эффективная в плане не замерзания, скажем так. Но, к сожалению, данный спирт небезопасен и запрещен в Российской Федерации. Использовать метанол в средствах по уходу за транспортом, а также продавать такие, запрещено с 2000 года. Причина – массовое отравление метиловым спиртом. Последний трагичный случай, рассказывают в Алтайском управлении Роспотребнадзора, произошел недавно. В ноябре этого года в Тюменской области от алкоголя с подмешанным метанолом погибли сразу 28 человек. Добавлять опасный яд не брезгуют и многие производители стеклоомывайки. Так, по данным надзорного ведомства, метанол обнаружен в незамерзайке 11 торговых марок. Данные стеклоомывающей жидкости были выявлены в рамках проведенных внеплановых выездных проверок управлением Роспотребнадзора с привлечением аккредитованной лаборатории по случаям отравлений граждан, по поступившим обращениям граждан, а также по информации, поступившей из других регионов Российской Федерации. Специалисты предостерегают от покупок автохимии на основе метилового спирта. Но многие автоэксперты считают, опасность добавления метанола в незамерзайку преувеличена. Да, при употреблении внутрь такой жидкости высок риск смерти. Но стоит ли бояться метаноловую омывайку, если применять ее исключительно по назначению? Могут ли отравиться парами жидкости водитель и пассажиры? Этот вопрос мы задали ученому-медику. Это же остается на стекле потом, и водитель, и пассажиры могут длительное время вдыхать, получая этим эффект угарного газа. Появится слабость, появится недомогание. Может потерять сознание, может это наступить внезапно. Запрещенную к производству и продаже продукцию не запрещено покупать. Поэтому специалисты Роспотребнадзора призывают проявлять бдительность самим потребителям, внимательно изучать состав автохимии и по возможности использовать ту, что не содержит опасного яда. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. И еще одна новость, связанная с дорогами. На Барнаульских магистралях появился участок с модернизированными светофорами последнего поколения. Это первая точка на дорогах края, с которой началось внедрение интеллектуальной транспортной системы. В ее основе – мониторинг и управление дорожной обстановкой искусственным интеллектом. Разработчики уверяют, она позволит оперативно устранять сложные проблемы на магистралях, а следовательно сократит число пробок и ДТП. Подробнее в сюжете. Интеллектуальная транспортная система. Она включает в себя все, что связано с движением в городе. Внедрять проект в Москве и Санкт-Петербурге начали в 2011 году. Сегодня он расширяется на регионы. Работу ИТС на первом дорожном участке пока еще в качестве эксперимента продемонстрировали накануне на пересечении улиц Попова энтузиастов в Барнауле. На данном перекрестке установлен дорожный контроллер и детекторы транспорта. Дорожный контроллер занимается управлением непосредственно светофорными колонками, распределением фаз. Детекторы транспорта собирают статистику, собирают данные о транспортных потоках. Это скорость движения транспортных средств, занятость по полосам. Пока модернизировали 7 светофорных объектов. Всего по плану первого этапа будет модернизировано 12 объектов по улице Попова от 57 до 188 дома, а также метеостанция на улице Луговой. Работы планируют закончить в начале этого декабря. Эта система позволит в адаптивном, либо в ручном управлении с помощью диспетчера осуществлять дорожное движение. Если сказать простым языком, то система будет предлагать на основании данных о транспортном потоке предлагать варианты, либо сама перенастраивать варианты для улучшения дорожного движения в общем, в уличной дорожной сети города, либо предлагать их диспетчеру. На основании данных диспетчер будет, соответственно, выбирать наилучший вариант движения. Управлять светофорным объектом также удаленно, без выезда на объект, можно перепустить трафик, либо включить режим желтого мигания, кругом красный. Сейчас мы находимся в стадии именно запуска и включения интеграции. Эффект будет виден через 1-2 месяца. Средняя скорость потока должна вырасти, должны уменьшиться пробки. На развитие ИТС в крае с 2020 по 2022 годы направили около 300 миллионов рублей. Программа рассчитана до 2025 года. На следующих этапах запланировано модернизировать светофоры на основных магистралях города, построить центры по обработке данных и управлению дорожным движением. Иными словами, должна быть создана единая платформа управления транспортной системой. И все региональные ИТС хотят объединить в федеральную сеть. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. К другим темам. Учет доходов малоимущих изменили краевые депутаты на последней сессии АКЗС. Теперь семьи с низким уровнем дохода не выпадут из очереди на жилье соцнайма, если будут участвовать в социальном контракте. Это специальная программа, по которой малоимущим выделяют деньги, чтобы они преодолели ту или иную тяжелую жизненную ситуацию. Не всем, но некоторым семьям эта программа действительно помогла изменить финансовое положение семьи и забыть о статусе малоимущих. Но поправить материальную ситуацию решались не все. До этого момента участие в программе означало вылет из очереди на жилье соцнайма. Для комиссии семья уже переставала быть малоимущей. Средства по контракту учитывали доход. И в моменте у нас малоимущие становились немалоимущими. Они выпадали автоматически из очереди. А при этом, когда закончилось действие соцконтракта, у нас понятно, что далеко не все, кто воспользовался соцконтрактом, нашли себя в новых направлениях жизни и работы. Вот у нас из 6 тысяч по 2021 году тех, кто воспользовался социальным контрактом, только тысяча – это те, кто действительно преодолели трудную жизненную ситуацию. И у них все, будем говорить так, наладилось. У тех малоимущих, по нашему мнению, которые стоят в начале очереди, всегда был выбор – либо попробовать себя в чем-то новом и перестать быть малоимущими, либо сохранить себя в очереди и получить жилье. Мы знаем, что у нас почти 13 тысяч в очереди на социальное жилье, и где-то около 100 контрактов в год мы заключаем. Крайне сложная ситуация в крае с этим. Ну, как, в общем-то, и в целом по стране. Поэтому люди, конечно, находились вот на распутье. И сейчас у них прям есть возможность, и мы надеемся, что так и будет, что они будут охотно пользоваться социальным контрактом для того, чтобы перестать быть социально незащищенными. Привожу цифры, что вот до 100 контрактов в год заключается новых. К сожалению, у нас многие годы в стране в целом социальное жилье не строилось. По понятным причинам в связи с острой нехваткой финансирования. Вопрос этот всегда поднимается, всегда обсуждается, но решается крайне сложно. И поэтому фактически вот тот фонд социального жилья, который расширяется, он расширяется, к сожалению, за счет появления квартир на рынке. Ну, по причинам, например, бабушка или дедушка умерли, у них нет родственников, квартира перешла в государство, государство может ее предоставить по договору социального найма. Предстоящую посевную не будет проблем с семенами. Об этом на неделе заявил глава Краевого министерства сельского хозяйства Сергей Межин. На правительственном часе он отчитывался о ситуации в сфере перед краевыми депутатами. Один из вопросов к нему касался Отечественного семенного фонда, а именно как в период посевной алтайские аграрии смогут обойтись без импорта. Что касается подсолнечника, рапса, кукурузы, то на сегодняшний день даже в Алтайском крае, даже если мы говорим по подсолнечнику, то одно предприятие, только одно из предприятий, Сибаграцентр, Рудцовский район, они произвели сегодня подсолнечника, грибридов и семян элиты на 45% площади подсолнечника, которая у нас есть в Алтайском крае. Министр добавил, что судя по анализу завезенных семян от традиционных поставщиков кукурузы, рапса и подсолнечника, на Алтайский край приходится 10% потребностей в импортных семенах. Но в России их тоже производят, например, в Краснодаре. Ведомстве не исключают, что снижение посевов по обозначенным культурам возможно. Но если семян импортной селекции не будет вовсе, все отечественные ученые смогут закрыть потребности нашего края, выведут в России семена и для производителей сахарной свеклы. Алтайский край может стать первым регионом в стране, который будет отправлять в Китай жмых. Это продукт, который образуется после отжима рапса. Такие планы озвучили владельцы маслозавода в Алейске. Руководители предприятия пояснили, что раньше жмых из России, как правило, экспортировали в Европу. Однако сейчас геополитическая ситуация поменялась. Более того, в приграничных регионах Поднебесной нас жмых очень ждут. Маслозавод в Алейске, заявил его владелец Василий Стрельчук, уже получил международный сертификат. Все необходимые документы передали китайской стороне. Добавим первую партию жмыха отправить в Китай, предприятие планируют в конце декабря. А в Заринске на неделе запустили завод по выпуску масла из рапса и льна. Его открыли на территории бывшего элеватора. На строительство объекта инвестор потратил 280 миллионов рублей. Предполагается, что большую часть продукции будут отправлять в Китай. Поставки уже расписаны до марта. Чем Поднебесную покорило алтайское масло и как выглядит производство, расскажет Анастасия Дороган. Зерно подается на пресса первого отжима. В жмыхе после первых прессов остается еще достаточно много масла, поэтому они поступают на пресса второго отжима. Небольшой завод по производству масла из рапса и льна в Заринске. Технический прогон через несколько дней пока объясняют на пальцах. Внутри данных пластин имеются каналы, сюда подается масло. И при помощи вот этого материала происходит очистка от механических примесей. Первые капли масла появятся через 20 минут. В сутки здесь планируют перерабатывать 150 тонн сырья, чтобы получить 57 тонн готового продукта. Маслозавод появился на территории Заринского элеватора, который был в холдинге «Изумрудная страна» и долгие годы простаивал. В 2020-м зернохранилище выкупил Гилевский элеватор, входящий в Сибирский экспортный союз «Сеос». У организации действуют уже три маслозавода – Заринский и четвертый. На Алтае делают ставку на масличные культуры. Ежегодно их производят почти 2 миллиона тонн. Это надо перерабатывать. И высокомаржинально заключается в том, что только произвести масличные культуры, их перерабатывать – это дополнительные рабочие места, налоги, и потом грамотно продать. Поставки с этого завода расписаны уже до марта. Почти всю продукцию будут отправлять в Китай. И сырье, и рапсовое масло в Поднебесной очень ценят. «Начиная от биотоплива, резинового изделия, то есть масло – это фактически компонент практически всех изделий, которые сейчас мы носим. Оно экологически чистое. Его можно легко очистить, достаточно легко, и использовать в пищевой отрасли. Численность людей растет. Особенно в Китае. Особенно в Китае, да. Особенно если произведено на Алтае. По сравнению с Китаем, у нас нет ГМО, а в урожае меньше пестицидов. Сырье отправляют в Китай. То есть у нас план не больше месяца. Потому что постоянно идут административные регулирования, какие-то запреты. То масло едет на ураг. Скажем так, мало того, государство помогает. У нас российский экспортный центр субсидирует нам ставку. Это примерно 25% от всех логистических затрат. По словам Стрельчука, проблем с сырьем для завода не будет. Три необходимого уже выращивают участники экспортного союза. Здесь требуются рынку очень большие объемы. Я думаю, что сельхоз, товаропроизводители, они свои посевные площадя, в первую очередь, будут именно подстраивать на выращивание этих видов культуры. Производство безотходное. Высокопротеиновый жмых можно давать в корм скоту. Вот только на Алтае сокращается поголовье и жмых увозят в Тюмени, Санкт-Петербург. Новое производство – это порядка 40 сотрудников. Для местного бюджета – это налоги. А привлечение в небюджетных инвестиций дает добро инфраструктурным кредитам. Благодаря им в Заренске отремонтировали несколько километров дорог. В Барнауле на этой неделе обсуждали непростую тему – детский суицид. Чаще всего его фиксируют среди подростков 10-13 лет. Психиатры говорят, что родители тех детей, которые решают уйти из жизни, даже не подозревают, что их ребенок, оказывается, длительное время был в депрессии. Наш следующий эксперт рассказал о первых звоночках суицида. Вы приехали из соседнего региона. У меня сразу такой вопрос. Вот картина психических детских расстройств по Новосибирскому и Алтайскому краю, она сильно отличается? Если говорить о картине в целом структуры психических расстройств, она радикально не отличается как между регионами, так и по территории Российской Федерации. В целом, замечен за последние три года, с 2019 года, рост аффективных расстройств, то есть это расстройство эмоциональной сферы, депрессивной в том числе. Может быть, вы меня поправите. Перед тем, как у нас ребенок уходит из жизни, то есть случается суицид, перед этим ребенок может совершать какие-то повреждающие действия, то есть что-то себе резать, уже царапать. То есть это не происходит мгновенно, то есть есть уже какие-то первые звоночки. Это действительно так. Всегда для ближнего окружения это кажется внезапным, но на самом деле, когда анализируешь этот случай, то в 100% случаях всегда что-то случалось с ребенком до этого. Либо это, как вы уже отметили, могут быть различные формы самоповреждающего поведения, либо это факторы, которые были внутри семьи, в межличностном отношении, либо это элементы буллинга, кибербуллинга, то, что очень развивается сейчас в негативном ключе, конечно. Физические факторы – это какое-либо заболевание у ребенка, с которым ему тяжело жить, например. Так вот, когда анализируешь этот случай, то это в основном юноши, и практически у всех у них анализировалось по медицинской документации, по характеристикам, по характеристикам семьи, длительно текущее, около года и более года, психологическое состояние, признаки которого, все признаки которого указывали на то, что это депрессивное расстройство. Средний возраст по стране подростков, детей, которые уходят из жизни самостоятельно, это подростковые, то есть, наверное, 12-17 лет. Не преобладают дети 16-17 лет, и, к сожалению, в ряде случаев есть ситуации, когда ребенок уходит из жизни в 10, 12, 13 лет. Поэтому такая тенденция к тому, что это все более младший возраст, она ужасает и пугает, и тем более должна настраивать на работу и подключаемость не только психиатров, а специалистов иных специальностей, врачебных педиатров, в том числе педиатров кабинетов медико-психолого-социальных, которые в рамках поликлиник находятся. То есть именно тех специалистов, которые встречаются с семьей, с ребенком, вы понимаете меня, да, на допатологическом этапе, когда у него нет никаких звоночков еще, но когда уже можно выявить прежде всего трудную жизненную ситуацию в жизни, да, в жизни ребенка, какое-то неблагополучие его психическое, и уже это будет давать, да, такое понимание, возможно у него эти формы поведения развиваться или нет. Как можно предотвратить такие депрессивные состояния у ребенка? То есть когда, вот допустим, я там мама, да, у меня есть ребенок, то есть там занимать его как-то, записывать на какие-то кружки и больше уделить внимания. Вот что делать, чтобы у ребенка было счастливое детство, чтобы он у нас потом был психически здоровым, и чтобы у него там его супруг, супруга и дети не страдали от каких-то ошибок, сделанных в детстве? Такие банальные на самом деле вещи. Быть для него другом и главное, применяя такие, ну, авторитарные вещи, как родитель в плане обучения и так далее, вспомнить немного себя и вспомнить, насколько в этом возрасте для тебя, как для подростка, было значимым обучение, да, там, достижение результатов, вспомнить о том, что в этом возрасте для тебя, как для подростка, были значены межличностные отношения, насколько ты успешен среди сверстников, насколько ты у них пользуешься авторитетом и насколько важны твои именно увлечения. Если ребенок когнитивно, умственно сохранен, успешен, он всегда это и догонит, и достигнет. Либо, когда он поймет, что он понимаем и принимаем своей мамой, папой, то он будет им доказывать в том числе и то, что он успешен для них. Поэтому, наверное, вот так самое главное. И в завершении выпуска позитивная новость. Российский Дед Мороз прибыл накануне в Барнаул. В путешествие из Великого Устюга он отправился на поезде 22 октября. Уже побывал на Дальнем Востоке и вот добрался до нашего региона. Всего в его маршруте больше 130 городов. Каждым встречают от 4 до 8 тысяч детей и взрослых. Как это было в Краевой столице, узнавала наша съемочная группа. Несмотря на холодную погоду, на Парнаульский вокзал встретить Деда Мороза пришло несколько тысяч человек. Волшебник поприветствовал собравшихся и показал свои сани. Вернее, расписной поезд. В нем 19 вагонов, в одном из них резиденция. Однако увидеть ее удалось далеко не всем. Нужно было заранее купить билет, стоимость которого 1950 рублей на ребенка и 2450 в сопровождении взрослого. За эти деньги ребята прошли квест в вагоне сказочной деревни, попили чай в буфете бабушки зимы и получили подарок. Очень забавные персонажи. Дед Срискун, Дед Мороз, Снегурочка. Очень интересные картинки. Надо падуть на них, они активируются, то есть будет картинка, изображение. Очень понравилось. Все очень интересно. Пряник очень вкусный. Это такая сказка. Ко мне он уже 7 лет не приходит, но я не перестаю в него верить, потому что я очень люблю волшебных существ. Я изучила многие Деда Мороза, Пернеэль, Санта-Клаус, Еха-Паскуэра, Кэшбаба и так далее. К слову, билеты раскупили все. Велико желание народа посмотреть на парня в халате. Кстати, сфотографироваться с персонажем можно было, но тоже за деньги, 500 рублей. Работали и вагоны свободного посещения, лавка и ресторан, сам паровоз. А также каждый желающий мог отправить письмо Деду Морозу с пожеланием подарка под елку. Тебя как зовут? Тимофей. То есть Игорек. Тимофей или Игорек? Тимофей. Тимофей, а ты уже придумал, что ты хочешь на Новый год от Деда Мороза? Да. Что хочешь? Диножавра. Затем поезд отправится в Карасук и Омск. Путь предстоит долгий. В Великий Устьюг Дед Мороз вернется только 15 января 23 года. Заметно богаче. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. И на этом у меня все новости. Такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok